Как любят говорить на Москве, они борются за мир, не покладая. Они так боролись всегда и всегда не покладали. Рассуждение о мире, звучащее из Москвы, всегда необходимо воспринимать как угрозу. Чем громче и чаще это произносится на Москве, тем больше вероятность того, что она вот-вот начнет войну или уже начала, но делает вид, что это не она. Так в Совке можно было без особого труда вычислить предприятие, которое формально входило в состав Министерства среднего машиностроения, но без остановки клепало оружие. На цехах, на проходной и везде, где только можно, красовались надписи «Миру мир». Опытные люди всегда могли обнаружить почтовый ящик по соотношению лозунгов «Миру мир» и «Слава КПСС». Там, где первого лозунга было больше или второй отсутствовал вообще, обязательно находилось предприятие, изготавливающее оружие. Правда, почти всегда часть заводика выпускала продукцию прикрытия, обычно никому не нужную. Спрашивали с руководства не за этот хлам, а за спецпродукцию, закрытую грифами секретности. Только у «Савка» было одно неоспоримое преимущество перед современной эров. Там была квазикоммунистическая идеология пролетарского интернационализма, поэтому поддержка классовых союзников, где бы они ни находились, считалась делом положительным и даже кошерным. Не важно, что на самом деле речь шла не о пролетариате, а о банальных бандитах. Если они сигнализировали о том, что борются с преступным буржуазным режимом, дальше «Савок» находил, куда передать деньги, шифры, пароли, явки, ставки. Потом по тайным тропам и тихим водам туда начинало приходить оружие. Современная Россия не может использовать именно такую схему, потому что руководство, долларовые, мультимиллиардеры и басни о пролетариате может рассказывать кто угодно, только не они. А это проблема. Раньше все было просто. Пролетарий может быть любой национальности, цвета кожи, вероисповедания, на то он и интернационализм. У РФ сейчас жалкое подобие теории, которую они назвали «руцким миром». В рамках этого еще как-то можно повоевать с соседями и поддержать их поставками оружия, а как быть с африканскими странами? Там никак нельзя оперировать подобным. В таком случае приходится опираться на хорошо всем известную технологию «нас там нет, это не мы». И вот сегодня стало известно о том, как россияне борются за мир в режиме «их там нет». 6-7 мая ракетный крейсер USS Monterey, оперирующий в составе 5 флота США в водах Аравийского моря, перехватил судно, шедшее без опознавательных знаков, в сторону Йемена. Как сообщает командование, судно было отмечено как подозрительное и сопровождалось около 36 часов, пока не стало понятно, куда оно направляется. После этого была проведена операция перехвата с участием палубного вертолета. Судно было остановлено и на его борту обнаружена партия разнообразного оружия и боеприпасов, на которую отсутствуют документы. Смотрите по ссылке под этим роликом. Что интересно, большая часть вооружений российского производства, но что показательно, этот оружейный микс содержал небольшую часть иранского и китайского производства. Тут даже комментировать нечего. Единственное, что стоит добавить, все конфисковано и ждет распоряжение на утилизацию. А вот экипаж после допроса отпущен вместе с судном. Такое бывает, когда даны исчерпывающие ответы на все вопросы военных. Так что в советские времена мир символизировал цех завода, выпускающий оружие, а сейчас мир, по-моцковски, выглядит примерно так. Субтитры создавал DimaTorzok